Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Я хочу сказать вам, что я еще никогда не был настолько впечатлен тем, что собираюсь вам сегодня показать. Что-то похожее я почувствовал только тогда, когда эфир оседлал уровень 366 долларов, впервые с 2017-го превратив его в поддержку. Сегодня я наконец получил подтверждение тому, чего я так долго ждал. И этот ролик обязательно нужно посмотреть не только холдерам Ripple XRP, но и его хейтерам. Поэтому устраивайтесь поудобнее, налейте чашку кофе этим прохладным утром, чтобы согреться и поставить лайк. Лайк это билет на этот поезд, иначе он никак не поедет. Поставил? Спасибо большое за поддержку. И мы начинаем. Это твит от Altcoin Daily. Не знаю, какой из братьев, но кто-то из них написал следующее. XRP выглядит грустно. Я хочу показать вам, насколько грустно выглядит XRP и насколько сильно ошибается многоуважаемый Altcoin Daily. Скорее всего, он не понимает, о чем говорит. На самом деле, мне даже нравится, что многие, чуть ли не все, сегодня относятся к Ripple XRP с отрицанием. Меня это вдохновляет быть долгосрочным холдером. Если не считать биткоин, то Ripple XRP является одним из самых больших в процентном соотношении альткоинов в моем портфеле. Я накапливаю эти токены при любом удобном случае. И, конечно же, пользуюсь Ripple для перевода средств. Очень удобно и очень быстро. Если, например, транзакции SWIFT я могу ждать целыми днями, то транзакции Ripple занимают десятки секунд. Почему я накапливаю Ripple XRP? Потому что, очевидно, я уверен в том, что он всех нас очень сильно удивит. Когда к биткоину или другим криптовалютам относились с отрицанием, он или они показывали самый большой рост за весь свой цикл. Именно поэтому количество людей, которые не любят Ripple, делают меня еще более позитивным в отношении его будущего. Ведь я еще никогда не видел ни одного токена, который так сильно бы не любили, как Ripple XRP. Разве что, может быть, Zcash. Но о нем кто-нибудь вообще сегодня слышал? У Ripple сообщества, конечно, куда больше. Подытоживая, даже такие большие криптоэнтузиасты, как Altcoin Daily, говорят о том, насколько печально и грустно выглядит XRP сегодня. Но если вы посмотрите на XRP сейчас, то увидите, что он выглядит так хорошо, что у меня даже бегут слюнки. Да, многие люди могут не рассмотреть ценности XRP или не суметь прочитать графики, привыкнув читать только новости. И это глупо, ведь они прямо сейчас пропускают большие возможности. Давайте будем объективными. Тот же Altcoin Daily настроен крайне позитивно по отношению к эфириуму. И я тоже, особенно после вчерашнего интервью с Джосефом Любиным. Кстати, если вы пропустили это видео, рекомендую его посмотреть. С эфириумом действительно сейчас происходят очень интересные вещи. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Но, учитывая, где находится эфириум, вы не получите так же много X на нем, как на Ripple XRP. Даже если взять обычное простое восстановление до исторических пиков, то на эфириуме это будет 255%, в то время как на Ripple XRP это уже 1140%. Не понимаю, почему многие так отрицательно к нему относятся, ведь сейчас Ripple XRP дает возможностей куда больше, чем эфириум. К тому же, актив зарекомендовал себя временем и уже многие годы остается в топ-3 на CoinMarketCap. Ладно, пусть они сомневаются в графиках, так они еще и добавляют паники и страха. О нет, генеральный директор Ripple Гарлинхаус продает Ripple, фактически перекручивают факты. Это лишь то, как работает токеномика и дисциплина. Вот, например, из годового отчета за 2019 год от Ripple мы видим, что в результате этой дисциплины скорость распределения XRP была ниже по сравнению с темпами инфляции эфириума и лайткоина, но аналогично биткоину. Это видно на диаграмме, где синий график это Ripple XRP. Так почему же Ripple XRP выглядит грустно? Люди не понимают XRP, но любят говорить гадости о нем. И это те люди, которые не заработают 12 иксов на Ripple XRP, когда он неожиданно выстрелит вверх. Я готов выйти на дебаты с любой публичной фигурой криптопространства, чтобы обсудить Ripple XRP и что это такое на самом деле. Что касается графика, Ripple XRP не только выскочил из этого двухгодового сопротивления, но и также фактически оседлал самый главный уровень сопротивления, который тянется уже 3 года, если не больше. Посмотрите на это. Вот здесь, в далеком 2017-м, эта линия была сопротивлением. Когда оно было, наконец, пробито, мы увидели огромный взрыв Ripple XRP. Затем длительное время эта линия выступала в качестве поддержки. Потом эта же линия снова выступала в качестве сопротивления. А что теперь? Цена Ripple XRP только что снова коснулась этой линии. Вот, вы видите это? И что? Все стали медведями. Все любят быть медведями, когда речь идет о линиях поддержки. И также любят быть невероятно оптимистичными, когда цены достигают уровней сопротивления. Стратегия «покупай выше, продавай ниже» еще никогда не подводила тех, кто хочет потерять свои деньги. На самом деле, в такой ситуации говорить, что Ripple XRP выглядит грустно, ну это глупо. Думаю, такие люди будут выглядеть грустно, когда поймут, какую возможность упустили. Вы не заметили ничего удивительно похожего на графики XRP на то, что я вам показывал 31 июля? Я сделал видео, в котором предупредил вас об эфириуме. Давайте я напомню вам. Посмотрите. Такая же глобальная линия, которая выступала то поддержкой, то сопротивлением. Точно так же у эфириума, как и у Ripple XRP. Абсолютная копия. Дежавю. Тогда я сказал, что если курс эфириума пробьет эту линию и оседлает ее, то он вырастет еще больше. Так и случилось. Эфириум вырос до 450 долларов. Теперь снова посмотрите на Ripple XRP. Ситуация точно такая же. Только Ripple XRP повторяет и движение эфира с задержкой. Как, впрочем, и всегда было, даже в 2017, насколько я помню, Ripple XRP пампился одним из последних. XRP это цифровой актив с уже достаточно большой капитализацией, в 12 миллиардов долларов. Когда такие цифровые активы начинают пампиться, то и все остальное тоже пампится. Но XRP в данном случае превзойдет многие монеты, и я могу подтвердить это примерами из его истории. Посмотрите, что такое периодические взлеты XRP. Я не поленился и нашел некоторые из них, чтобы показать вам. Пампы Ripple XRP происходят практически мгновенно. Он дает много времени, чтобы подготовиться к ним, и взлетает за очень короткий период времени, когда уже, в принципе, заходить поздно. Вот, вот, вот и вот. Большие параболические быстрые движения всегда были и всегда будут. На сегодня столько месяцев Ripple XRP топится. Столько много сомнений в пространстве вокруг него. Столько, что я просто не могу не быть уверенным. Его ждет сильнейший памп. Кроме этого, у него так много партнерств. Банки его используют. Его используют многие люди. Не так уж и много криптовалют есть, которые использовали бы так много и часто, как Ripple XRP. Я об этом снял как минимум с десяток видеороликов. Даже я им, бывает, оплачиваю зарплаты своим сотрудникам. Нам просто нужно быть готовыми. Когда случится то, что случится, никто ждать никого не будет. Не слушайте всех, кто распространяет панику и страхи. Со всем уважением это относится и к Altcoin Daily. Он не понимает, о чем говорит или говорит то, что хочет услышать его аудитория. Более того, я вам скажу, единственный человек, которого вы должны слушать на этом рынке, это вы сами. Ripple даже протестировал самый глобальный уровень поддержки с 2017 года. Отскочил от него и сейчас тестирует верхний уровень сопротивления, который теперь выступает в качестве поддержки. Точно так же делал Ethereum. И теперь все настроены по медвежьи относительно Ripple. Действительно? Меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков, чтобы доказать всем, что комьюнити Ripple едино как никогда. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok